но прежде чем мы продолжим подкаст я хочу чтобы вы ребята мне помогли выбрать квартиру здесь в дубае вот приехал посмотреть оделся как шейх ну что ну вот есть такая квартирка это пинхаус пинхаус вот смотрю значит прицениваюсь что у нас здесь о посуда ирмес настоящее интересно если что мы я даже записал в адрес beach resort так если вам интересно здание буквой п п значит понты тут буквально ну комнат не знаю комнат 15 здесь скромненько специальный изолятор для тех кто плохо себя ведет посмотрите это же тюрьма для тех кто разбил тарелка ирмес вот их сюда в этот карцер заключают и смотрите-ка еще санузел там мои друзья инвесторы сидят вот ну пусть болтают крипто беседы ведут о комната очередной санузел пожалуйста такое количество пакетов ирмес я вообще не видел надо будет один пакетик ирмес забрать отсюда и в москве в паре через авито ой посмотрите еще целое крыло еще один санузел пледермес как мило тоже все настоящее неплохо ну что как вы думаете брать мне эту недвижку нет а какая-то предчиллаутная гостиная комната еще санузел не знаю даже на одном мыле здесь можно так неплохо разориться ну да ладно еще комната еще санузлы и еще комнаты еще санузлы короче конечно же я просто пришел посмотреть на то что мне не светит а кстати вот проходите в кабинет обсудим кое-что потому что у меня здесь есть друзья которые мне показали как бы top of the top ибо я подумываю подумываю над тем чтобы купить какую-то недвижку в дубае в дубаях ребята очень хорошо стабильно что важно тепло и очень большое русское комьюнити возможно вы тоже подумываете над тем чтобы вложить свои деньги сохранить их в виде недвижки в дубае прекрасный выбор может вы просто хотите снимать квартиру может вы хотите сдавать квартиру которая здесь у вас уже есть и вот тут я вас хочу познакомить с инсайд риэлти это ребята выходцы из россии с которыми я лично знаком разумеется если вы знаете хоть что-то про дубая вы догадываетесь что здесь очень много риэлторов очень много риэлторов однако риэлторов которые относятся к своему делу как бизнесу здесь очень мало и вот инсайд риэлти те ребята которые делают настоящий сервис они недушные они ответственны они не бросят вас после сделки специфики в дубае очень много и конечно когда вам продали квартиру и оставили вас одних наедине с ней а вы ничего не знаете спросить некого это неприятно вот инсайд риэлти вам тоже друзья так что шахи мат душнил и риэлторы вам тяжело будет тягаться с инсайд риэлти это объективно так ребята вот такие в основателях много кто есть среди них системный бизнесмен с айти уклоном который знает как делать бизнес клиентский сервис как не бросать вас также в основателях человек который знает все про дубайскую недвижку он здесь уже 10 лет живет работал на лид позиции в топовом брокерском агентстве вся информация ссылки и прочее прочее про инсайд риэлти в описании к видео нажмите как минимум из любопытства а если вдруг у вас что-то с ребятами получится не благодарите вот ну теперь к подкасту артемий здравствуйте привет а как дела норм я в очках с стеклами у тебя зрение какое у меня зрение нормальное потому что если сделал лазерную операцию то ли доктор и сделал но на мне понял сейчас зрение остановилось сейчас она типа норм а было не очень а было какой-то астигматизм был и какой-то минус полтора минус один и вот эта вся хрень в общем я всю жизнь ходил в очках прикинь люди которые ходят в очках хотят от них избавиться а люди с комочки не нужны хотят их надеть что за дела а у тебя сколько чуть-чуть голову поверни 0 ну смотри это стекла просто просто я пытаюсь увидеть преломление его нет не я я у меня костюм типа подкастер типа а это такой модный аутфит чтобы да чтобы настроить зрителя на серьезную волну обсуждение интересных тем мог бы тогда стекла не вставлять это да странно это фриковато выглядит все равно должно быть что-то поблескивать на камере не особо ну хотя да так вот я вот вижу красный свет отражается что-то поблескивает такая загадочность какая-то в глазах спасибо что пришел спасибо что позвал а начну с вопроса как дела у тебя вообще живу живешь я тебя хотел сказать спасибо в очередной раз спасибо за спасибо а за что а значит всех по-разному я я попытаюсь сформулировать я не во всем с тобой согласен и это нормально люди странно будет если все со всеми во всем будут согласны это ненормально это крипово крипово но когда мне хреновенько и я смотрю или читаю твой контент у меня на душе ощущение что все будет хорошо и не надо драматизировать спасибо тебе за это пожалуйста это в этом году вы не свойственной мне роли психотерапии массовой выступаю ты это чувствуешь я это ну может я бы и был не в курсе но я получил такое количество в этом году спасибо что я думаю что за всю свою жизнь мне никто никогда не говорил столько раз спасибо и прямо люди пишут даже может представить себе что написать это там один из тысячи или один из десяти тысяч в жопу оторвет вот просто сделать этот шаг остальные они просто про себя там типа ладно норм если человек пришел сел за комп открыл е-мейл что вообще тоже в наши дни героизм и написал спасибо значит ему действительно очень хотелось это сделать значит действительно это помогло ну или в комментариях я чувствую что я такой в общем посреди вот этой бури так кусочек стабильности и многие люди приходят просто подержаться что хоть что-то не шевелится хоть что-то вот просто можно облокотиться и тебя вот этот бушующий океан не будет шатать для меня это так было и в феврале и сейчас спасибо у меня к тебе связи с этим вопрос я же с тобой давно наблюдаю и ты как-то где-то говорил возможно я плохо запомнил неправильно что тема тема это персонаж литературный персонаж да когда-то начинала вот особенно же же это поэтому он такой острый поэтому может быть и сам даже не согласен был до с тем как тема пишет и что он пишет тема материться тема такой вот без полумеров парень сейчас ты видео перешел до в телеграме и так далее это все еще тема или уже артемий ты знаешь конечно доля литературной персонажности она остается потому что ну я в жизни бы так себя не вел вот я сейчас с тобой гораздо более сам по себе чем если бы я сейчас вот сел и просто начал своим вот этим на первой передаче на тракторе просто пахать поле быстро фидоном там туда-сюда просто работа такая сельхоз понятно что блок это некий формат его надо корректировать надо редактировать вообще в работу с черновиком написал слово стер вижу в обычной жизни не могу это сделать я просто говорю просто общаюсь а там у меня есть возможность есть монтаж я могу сказать фразу кто мне она не понравилась я покашлял пернул еще раз эту фразу сказал могу десять раз сказать фразу а монтажер возьмет лучшую и у тебя будет ощущение что я такой прям вообще речь прям льется и прямо язык хорошо подвешен и вообще просто я краснобай жизни конечно я не такой совершенный как после монтажа хорошего но что делать вот такой это формат нет я не про то как гладко льется речь а про то с каким отношением она произносится с отношением то же самое я с обычным человеком не стал бы разговаривать в таком напоре я бы ну или просто как-то не было бы все проще или понятнее все бы я уместил в два слова то есть в любом случае это формат и и нет не значит что он противоречит моим убеждениям я не говорю вещи то есть я можно заметить например да я например супер мега пупер пацифист антимилитарист я никогда в жизни не приближался никакой военной теме я ничего не рисовал никаким военным я не делал никакого промо дизайна никакого танка никакой пушки никакой ракеты на максимальном расстоянии от этого всего нахожусь я не рисую речевки не ношу букву z не ну то есть никак не с той ни с другой стороны вообще военная символика никакой страны ни за какую историю человечества мне не близка это просто не мое я обычный мирный простой человек и вот сохраняю свой рассудок настолько насколько это возможно в нашем турбулентном мире нашей непростой истории понятно что в обычной жизни мне не нужна такая точка зрения это это в любом случае опять же это сценарный сценический формат я выхожу на сцену я использую эту систему мышления которая в обычной жизни мне не нужна потому что я могу как-то ну просто в простом быту а это нет такой задачи а в качестве человека который я один в качестве бродкастера я один вещаю намного вот этот формат широкий это в любом случае формат литературного персонажа потому что мне в обычной жизни нет необходимости вещать широкоформатно да 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 понимаю да и ну и наверное для бродкастера лучше все-таки какую-то позицию иметь даже если она шаткая потому что если ты будешь каждый раз говорить ну не знаю тут все сложно надо разбираться это ну что это зачем это смотреть все равно что ты должен выдать какое-то отношение я это для себя давно принял что лучше чтобы у меня отношение было чем если я буду говорить что типа вы такие значит все охуенно умные что вы сами разберетесь я вам дам факты а вы типа сделаете выводы сами я за вас блять сделаю вывод он вот такой я считаю так кому не нравится нахуй пошли но и никто них же не говорит о том что нужно с этим выводом идти до конца до гроба ну можешь его поменять через неделю ну да может кому-то больно слушать не будет слушать это же абсолютно я обещаю в своем формате для тех людей которые готовы терпеть я думаю на тебя многие обижены тебя многие не любят именно потому что они не выкупают как бы что это особенности формата что не продается отсутствие мнения она не может продаваться а мир такой сложный и запутанный что в принципе то вообще-то сложно иметь мнение то что пока ты сидишь анализируешь 56 событий еще произошло можно быть парализованным как я я особо не высказываю потому что а я боюсь выглядеть глупо б я пока допер своим этим мозгом ящерицы что происходит я уже отстал от событий да вот поэтому мне кажется тебя так не любят не любят не многие люди боятся в принципе даже не просто высказать мнение они боятся присутствовать рядом с высказанным мнением да это признак больных времен мы живем в больное время оно не всегда больно то есть вот девяностое были просто да я могу сказать что сначала двухтысячных было самое классное ну конец девяностых да это полная свобода никто не обижался ever в истории человечества такого не было никогда и хуй знает когда будет везде причем по всему миру нет особенно в россии особенно в россии но в мире тоже было плюс-минус появился интернет там была свобода еще не знали как его душить вот мы же сейчас видим как это происходит и в самых светлых демократических странах процесс такой же роскомнадзор такие же списки баны в пены вот абсолютно все то же самое да все обвиняют всех ах вы заткнули рот этому а сами у себя затыкают в сердце это то что происходит лицемерность такая вообще шесть тысяч я я всегда думал и что это признак ну какого-то средневековья инквизиции что вот когда люди там уехали чердаком и они все в какую-то придумали себе догму религиозную вот они все вот прям нарисовали себе рамки нужно было четко в них вписываться и вот читать мантры и говорить какую-то хуйню о которой ты не хочешь говорить и вдруг это все при моей жизни происходит я думал что это все просто из книжек а оказалось что она восстанавливается вот с такой вот скоростью и ты видишь как чувак может отгрести просто за мнение у меня есть супер эксперимент был прости у меня был ковид оставил мне кашель в наследство небольшой у меня были посты которые я повторял ежегодно да был пост про 9 мая 9 мая очень нежный пост этот пост про то какой это нежный праздник как важен он для меня как много он значит в моей жизни как он связывает меня с дедом который в живую воевал со сколком в голове который водил меня в парк горького в своих орденах и они каждый год встречался со своим полком который все уменьшался уменьшался пока там не осталось уже два человека я это все видел это живая история для меня вот все то что сейчас пытаются продать вот деда воевали мой дед воевал а у всех остальных уже прадед воевал уже все это другая история в парке горького никаких нет ветеранов их не осталось я этот пост про то что давайте мы будем память о этом великом событии которая важна и который я видел как это живой мой дед ветеран насколько это для него важно и как он это отмечает он не отвечает это каждый день он никогда не говорил про геройство, там, не знаю, 10 июля. Он занимался другими делами. Но 9 мая был очень важным праздником. И мой пост про то, что давайте мы будем важное событие, такое вот, ну, действительно, очень важное, отмечать и ставить, если мы ставим памятники, давайте они будут ставиться с уважением. Давайте это будет такой памятник, который будет действительно включать в себя и чувства, и историю, и боль, и любовь, и память, и все на свете. Вот у меня лучший памятник, наверное, про всю Великую Отечественную, это в Питере на Невском висит труба громкоговорителя на углу. Осталось такой черный такой квадрат с раструбом, который абсолютно без малейшего уважения, потому что рядом висит одна видеокамера, другая видеокамера, какая-то вывеска, какая-то табличка, какая-то еще провода какие-то. То есть, если ты не знаешь, что это такое, ты даже не заметишь, ты подумаешь, что это просто кусок городского мусора. Да, идея сентиментальная, но воплощение вокруг все это подавляет. Когда они это сделали, еще не было этого мусора. Просто вот они оставили этот громкоговоритель черный, где люди приходили на угол, слушали там сообщения СОВ Информбюро. Очень трогательная вещь. Очень такая нежная, хорошая прям деталь. Но ее абсолютно сейчас вот неблагодарные потомки засрали. При этом ставят какие-то бетонные хуйни, какую-то в честь 9 мая, такой полный трэш, продолжают. Поклонная гора. Это одно большое недоразумение. Зачем? Вот уже когда все прошло, прошло 70 лет, вдруг в центре города тебе делают там 100 гектар какой-то хрени ужасной с памятником Церетели. Там какой-то, значит, стоит всадник, который шинкует свастику. Там свастикой размером, как три этих стола в центре Москвы из бронзы отлитой. Ну, короче, ад. Никому не нужная штука. Уже сделано тогда, когда уже все. Ну, поезд уехал. Давайте что-нибудь другое. Давайте не будем жить в прошлом, будем жить в будущем. Я вот про это пишу. И пишу каждый год. И ты смотришь. И вот я написал в один. Ну, допустим, первый раз это было, не знаю, в 2005 году. И вот каждый год. В 2006, 2007, 2008. И каждый год видно, как меняется отношение. То есть пост один и тот же, буква в букву. Ничего там, я его не редактирую. Он один и тот же. Это твоя научная работа. Это самое интересное социологическое исследование. Потому что пост один и тот же, проходит годы, и ты видишь, как за год изменилось общественное мнение. Да. Отношение людей, нарратив. Как вдруг победу же нам стали... Она же не была такая, как ее нам сейчас продают. Я это как старый советский человек еще помню, как относились к победе. Было событие более важное. Это была революция 17-го года. Сейчас ее не существует вообще. Дата 1917 не значит ничего. Ленина нет. Красных гвоздик никто не носит. Крейсер «Аврора» – пустой звук. Все. Меньшевики, большевики, ВКПБ, Троцкий, Ленин. Просто все забыто. Напрочь. – Этого не было. – Этого не было. Хотя это было самое важное. Это вот, как сейчас взять День Победы, умножить на сто. Это вот так, настолько. У тебя просто вся вот эта вот лексика, у тебя каждое третье слово было про какую-то революционную тему. Там, станция метро баррикадная. Площадь восстания. У тебя все вот эти вещи. Улица 1905 года. – Я там живу. – А я там работаю. И там эти, значит, большевики, восставшие. То есть, сейчас люди проходят мимо, они даже не понимают, в честь чего этот памятник. Почему баррикадная? Почему на баррикадной остались булыжники на мостовой? Там, где зоопарк. Потому что эти булыжники пролетариат доставал и кидал там в ментов. – А, серьезно? – Конечно. – А я никак не пойму, каждый раз, когда трясусь на машине, какого хрена почему тут не положат осваивать? – Потому что это историческая мостовая, в честь того, что там были баррикады. Это оставили. Такой кусок советской ностальгии. Большевики оставили себе, что вот здесь мы, на Красной Пресне, и перед станцией метро Краснопресненская тоже стоит такой пролетарий мощный. Это как раз булыжник-орудие пролетариата. Было такое выражение. А напротив, кстати, на пятом году… – Все это ушло. – Парк Восстания тоже какого-то там, где стоит тоже… Кстати, там же вот этот знаменитый памятник, который так и называется – булыжник-орудие пролетариата. Там стоит мужик, который выкорчевывает булыжник из мостовой. Ему прям памятник стоит. Напротив метро 1905 года. – Да, да. – Там в дальнем углу стоит Ленин, на кресле сидит. А в ближнем углу, вот в этом, который напротив метро, там стоит чувак, который достает булыжник. – Там монументальная такая постройка. – Нет, монументальная перед метро. – Перед метро. – А в парке? – Да, я понял. – Напротив. – Там стоит… Он такой компактный… – Через пресню, которая туда идет вниз. – Да-да-да. Этот парк Декабрьского восстания, по-моему, называется. И там стоит вот чувак, достающий булыжник. А, собственно, в честь него вы эти булыжники напротив зоопарка и оставили. – Этого всего сейчас нет. – Это все исчезло. И я пощу этот пост каждый год. И я дохожу до момента, когда общество изменилось настолько, что мне за этот пост прилетает… Я с утра открываю телефон, там написано – у вас списан миллион рублей со счета. – В смысле? – Потому что ветеран подал в суд. – А, вот та самая история. – За этот пост. – Причем за ветерана там кто-то обиделся. – Естественно. Ветеран ничего не соображал, его просто вкатывали на коляске. Ну, он уже был совсем ветеран уже древний. – Слушай, я думаю, что поговорить с этим ветераном, может быть, он бы и подтвердил эту позицию, а может быть, и согласился с тобой бы. – Мне кажется, он уже не был дееспособным. Ну, неважно, надо к старости относиться с уважением. В общем, история вот такая. То есть, один и тот же пост, и суд запретил мне этот пост. Соответственно, вот за последний год я его стер, а за все прошлые годы он висит. Вот эта история. Ты видишь, как менялось мнение, как менялись комменты, как менялось… Пост не менялся, а мнение. За 10 лет страна превратилась в какую-то абсолютно другую страну. Это немножко страшно. – Мир превратился в другое место. – Ну, и мир ёбнулся. – Мир ёбнулся конкретно. Какой-то просто регресс идет. Я вообще не понимаю, к чему все это. Это временно или нет? А у меня после тебя… Я иду к психоаналитику своему. – Привет, передавай. – Ты с ней… Ты знаешь ее? – Нет. Я даже не знаю, что это она. – Да, это она, да. Психоаналитессе. Да. Я не знаю, как правильно сейчас в этом мире говорить, чтобы никто не обиделся, хотя все обидятся. Так вот, мы интересную штуку разобрали. Я в день смотрю 4-5 часов западного контента. То есть я живу как бы в Америке. Виртуально живу там. И я никак не мог понять, почему. И, наверное, потому что это способ справиться с абсурдом, который у меня здесь происходит. – А там его мало, что ли? – Нет, там его еще больше. Но как бы чужие проблемы, да, видятся лучше, чем свои. И мне страшно в своих копаться. Это кажется все запутанным, таким сложным, да. А когда смотришь на… Условно, на чужие отношения, все понятно. Да ты дура, он мудак. Ты что? А в своих отношениях, где ты тоже дурак, да, ты думаешь, ну нет, вот там все сложнее, вот такие есть тонкие материи и так далее. То есть для меня, когда я смотрю на западный абсурд, а он там просто улетел в космос, это способ, наверное, вообще в принципе примириться с абсурдом, который за моими стенами, за дверями моей квартиры происходит. Понимаешь, да, о чем я? Ну, мне кажется, ты не согласен. Ну, то есть когда я смотрю, то есть он как будто бы меня не касается, он далеко. Это такая… Это же другая жизнь, другая страна. И я как бы проживаю абсурд за дверями, которые у меня происходят, через них. Вот. Потому что мне страшно, что происходит у меня тут вообще вокруг меня. Вот это тоже начинается условно. Или началось, но с другого, в другом проявлении. Вот. И я вообще не понимаю, как они как общество функционируют. Это просто капец. И это же по всему миру плюс-минус эта фигня происходит. Да нормально, господи. Все общества функционируют. Не надо искать подсказку о том, как функционирует общество по внешним проявлениям в новостях и на ютюбе. Ты там не найдешь ответов. Да. Общество не так функционирует. Нам кажется… Знаешь, в газете «Правда» почти все было правдой. У тебя реально была инфляция, безработица, расизм, там, ксенофобия. Вот все, что они писали – это реально были факты. Но только они их так классно подавали, наковыривали этот изюм, они забывали, откуда они его наковыривают. У тебя все остальное тоже существовало. Там люди как-то рождались, вырастали, жили и достигали успехов. Ты идешь по улице, кто-то эту мостовую замостил, кто-то этот свет обеспечил, кто-то воду в кране тебе подает. Жизнь идет. Вот если ты в Сомали, наверное, да. Вот там… Если ты хочешь какую-то жопу застать, езжай в Сомали. Хотя даже там все равно у них стоят эти итальянские кофемашины «Ла Марзокко», потому что они же были итальянской колонии когда-то. И они до сих пор эту традицию сохраняют. Все равно эспрессо тебя нальют. Да, но мы начали с того, что мир катится в жопу. Да. Такое есть ощущение, да, что, казалось бы, нас могли бы увлекать чем-то более содержательным, поддерживать нас в тонусе, чтобы был не эфир первого-второго канала с дненными шоу. Вот это вот конченное уебство такое, абсолютно даунгрейд, прям полный, прям деградация для каких-то просто лимитчиков. Ну, прям трэш такой, конченный для селюков. А все-таки хотя бы BBC, который поддерживает некую марку. У тебя есть уровень операторской работы, уровень дикторской работы, уровень сценарной работы. У тебя есть просто уважение к зрителю, который смотрит что-то научно-познавательное. А в отличие от наших ток-шоу всякие эти вот, пусть говорят и прочее говно. Да как будто бы, знаешь, уже скоро и на BBC как бы наука уже будет кого-то обижать. То есть ты уже не можешь сказать, что есть мужчина и женщина, понимаешь? И BBC вынуждены будут условно как бы прогибаться под эту повестку. Теперь нельзя говорить, что есть мужчина и женщина, понимаешь? Но на самом деле не все так плохо. Конечно. Именно потому, что я смотрю на ту действительность через окошечко медиа, да, я фокусируюсь на той или иной позиции и кажется, что только это и есть. Ну, потому что кликбейт работает. Да, да. Разгонять какие-то говносюжеты, чтобы просто было что обсуждать. Мир не такой прям вот конченый, как это может показаться, если ты листаешь заголовки. Да, вот поэтому я... Я одновременно как бы смотрю на ту реальность, да, и вообще на реальность, но перестал читать новости. Я о новостях узнаю через тебя. Представляешь? Когда у меня есть потребность узнать что-то. Потому что новость — это некая выжимка, фокусировка на каких-то событиях, да, о которых интересно говорить. И когда ты их много читаешь, кажется, что ничего другого не происходит. Все, и крыша едет потихонечку. Да. Людей засасывает в вортекс. Как думаешь, почему мир дал йобу? Вот так вот неожиданно. Видимо, такой цикл. Цикл? Да. Но у меня есть гипотезы о том, почему происходят эти циклы. Они привязаны, конечно, к определенным... к сменам и к сдвигам парадигм. Когда вот общество жило, опираясь на какие-то ценности, какие-то... Ну, в том числе и технологические. Когда вдруг у тебя проявляется какая-то доселе невиданная, неслыханная возможность, и вдруг она становится всеобъемлющей, и еще никто не знает, как с этим быть, что с этим делать. Это... Мы сейчас живем в мире, который ебнулся, потому что у нас появились компьютеры и интернет. Yes. До этого было относительно стабильненько. У тебя вот там 70-е, 80-е... То есть были какие-то сдвиги, там, не знаю, сексуальная революция... Телевидение. Телевидение тоже произвело какое-то впечатление. Его очень быстро взяли, собственно, под контроль, потому что его проще контролировать. У тебя нету бесконтрольного телевидения. Сейчас у тебя YouTube – это бесконтрольное телевидение. Снимай, что хочешь, говори, что хочешь, выкладывай, куда хочешь, в ТикТоке жопой-дрыгой, или лекцию по материаловедению читай, смотря, где ты найдешь себе больше аудитории. Все могут все, и общество находится сейчас в состоянии вот этого утрясания, придумывания правил, придумывания морали, запретов. Это глобально, если смотреть, это здоровый процесс, потому что общество не может анархию позволить, оно тогда само себя разрушит, оно должно прийти к некой системе правил. К любой. Неважно, можно там говорить про разные гендеры или нельзя. Вопрос исключительно в том, что у тебя есть правила. Неважно, какие они. Их нет смысла оценивать. Вот ты там, в Иране, у них там проблема, что бабы паранжу не хотят носить. Но это не проблема, да, мы понимаем глобально, что это глупость, что, в принципе, по большому счету, похрен. Давайте лифчики не будем носить. Тоже, в общем, мало чего измерится в этой жизни. Но не будем носить. А каких-то стран в Африке раньше не носили. А сейчас все носят. Я объездил все африканские, все 53 страны. Там нет стран, где бабы ходили бы с голой грудью. Ну, просто нет. Все, в Африке уже все надели майки. Да? Мы теряем это? Все, потеряли. Один раз в Анголе я видел какое-то... Ну, для туристов там какие-то ходят. Там 10 девок просто топлес. Это часть шоу. Это просто прикол. Это как народный фольклорный ансамбль. Как никто не носит кокошники, на самом деле. Ну, нет так. Да, это как двойник Сталина у нас здесь. Да-да. Который ходит в фольклорный с Лениным там. Да-да-да. Новоисторического музея, да. Да, наверное, действительно. То же самое. То есть, происходит сдвиг. Происходит вот этот вот процесс. Он слишком большой, чтобы его просто какая-то одна простая человеческая жизнь могла реально покинуть мозгом и оценить. Или даже сделать выводы, или сделать прогноз. Хуй знает, что будет. Есть процесс. Появилось что-то, что дало людям абсолютно новую возможность. У каждого человека, да, в кармане теперь есть телефон. Во всем мире. Такого не было. Теперь каждый человек может высказаться. Каждый человек может написать в ответ президенту что-нибудь. Это что? Раньше ты назначал свидание памятника Пушкину, и ты не знал. Придет, не придет. Прошло полчаса. Может, не так поняли. Или еще что-то. А теперь ты просто в СМСке. Сейчас ты можешь в свой телеграм-канал написать о том, как плохо прошло оно. Да, это уж я даже про это и молчу, естественно. Ты фоткаешь себя с утра в зеркале. Что-то сегодня съел, как ты там себя чувствуешь. И все это просто транслируешь. Да. И, конечно, это влияет на мозги. На мозги. Теперь каждый человек... И это правда с какой-то стороны. А с какой стороны нужно здорово, здорово, как бы... Экологично на себя смотреть. Всем кажется, что теперь они... Вот именно они пупы вселенной. Теперь все вот... Я выскажусь сейчас. Я выскажусь и все изменю. И это с одной стороны так, но с другой стороны у этого есть какие-то границы разумные. Мы не знаем, какие они. Да, пока. Но мы видим, как этот процесс развивается. Он развивается так, что люди нащупывают, куда еще можно прийти. Да. С каких-то сторон уже начинают какие-то рамки ставиться. У тебя есть там цензура, фильтры. Ты произнес слово ковид, тебе сразу там ютуб повесил плашку. Иди читай сайт ВОЗа. Вдруг ты диссидент. Вдруг ты что-то не то думаешь про ковид, что надо думать. А через год мы скажем тебе, что мы тогда были неправы. Сейчас надо вот осяк вот думать. То есть у тебя идут вот отцы церкви все время переписывают догматы. Ты должен следить за этим. Но никто не знает, куда все это придет. Потому что еще не выросло. Как долго займет, никто не понимает. Смотри, вот сейчас вырастают... Растут дети, которые вырастают с телефоном. Еще нет поколения детей, которые выросли с телефоном. Вот с нормальным смартфоном, который бы... Вот все детство там играли, и сейчас они уже пошли работать. Они только-только начинают появляться в обществе. Эти люди, а потом им будет 30, 40, 50 лет, которые в детстве играли. Они же должны будут наш взрослый мир поддерживать. Они должны будут качать нефть, класть дороги, заниматься какими-то человеками, учить детей своих выращивать. Вот это все, когда вырастет поколение, которое выросло на этом, которое вот будет поколение с интернетом, с тиктоком, с инстаграмом, со спотифаем, когда они станут взрослыми, только тогда, может быть, общество начнет чуть по-другому к этому относиться. Опять же, мы не знаем, какие правила оно выработает. Потому что оно все ограничит. Или мы вернемся, как раньше у нас же не было, такой свободы слова, как сейчас. Когда ты можешь с любым человеком в мире просто через там любые средства коммуникации общаться. Он в Антарктиде, ты там в Чили, или там, не знаю, где, на острове Брангеля, и ты просто с ним переписываешь. Это свобода слова сейчас пока что все равно ограничена. Ты можешь высказаться, но тебя там заканцелят, понимаешь? То есть, никто не готов к диалогу. А канцелинг – это же тоже очень мощное проявление неких попыток создать правила. Да. Потому что иначе у тебя происходит, ну, как вот наши художники, акционисты. Вышел на Красную площадь, из пистолета пострелял, а потом сделал вид, что застрелился. Вот этот сейчас чувак, которого на пять лет посадили. Я не знаю. Ну, акционист. Крисевич или как его зовут. Юр, прочитай, пожалуйста, новость. Да. Да. Ну, короче, он вышел с холостыми патронами на Красную площадь и, значит, сделал вид, что сначала стреляет в воздух, а потом как будто стреляет в себя. И за что-то, значит, он там выступил. Ну, чувак просто... Он до этого там вешался на мосту в Питере. Ну, а такой вот он проблемный. Да, до этого там он перерезал горло манекену в форме мента. То есть, у него какие-то были вот... Ну, привлекал внимание к себе. И у нас к такому, как обычно устроено, да, и приходит какой-то там батя-мент, который как-то там проводит с ним беседу, отпускает. Потом он через месяц делает следующую акцию. А в какой-нибудь Франции там так не шутят. Вспомни того же Павленского, да. Вот он здесь и это сделал, и яйца к Красной площади прибил. И дверь ФСБ поджег. И там то-се-пятое-десятое. И вот с ним пять лет сюсюкались. А на Западе такие, смотрите, это же вот они преследуют свободного художника. Как только он приехал во Францию, поджег там дверь Банка Франции, его сразу нахуй в тюрьму на год посадили или насколько. Просто бесцеремонно. То есть, ты художник, иди нахуй, ты дверь Банка Франции поджег. У нас так нельзя. И все. И весь его художественный пыл тут же прошел. Оказалось, что, оказывается, свобода и демократия не хотят такого художника. Это когда в России, то пожалуйста, там вот типа развлекайтесь. Потому что для Запада мы все равно какая-то коллективная Африка. И все события у нас это, ну, фричество. Им прикольно, что у нас есть фрики. То, что у нас их не сразу как-то берут в оборот, да, там в детскую комнату милиции отведят и как-то родителей наказывают. Им это по приколу, потому что можно еще о чем-то пописать. У себя они такого не хотят. Да, я с тобой соглашусь, что идет некий процесс устаканивания, натягивания одно на другое. Вот эти шестеренки пока не встали в пазы. И, соответственно, могут быть как ужасное проявление, типа отсутствие полиции в Нью-Йорке. Полиция ничего не делает там. Просто боятся. Это период. Да. То есть это общество проверяет. Вот прикол же в том, что... Пределы. Ты же можешь вкинуть в принципе... Это в каком-то смысле это очень похоже. Я почему к этому... К этим всем процессам отношусь спокойно и даже с некоторым пониманием и с философским таким взглядом сверху. Потому что это очень похоже на мою профессию, на работу дизайнера. Ты можешь вкинуть в меня... Может быть, это фристайл-рэп еще. Меня тоже поймут чуваки, которые... У него какой-то, значит, играет минус. Он начинает говорить слова, а ты ему вкидываешь еще слова. Ты говоришь там... Ибупрофен. Там капучино. Неон. И он должен просто это тут же вставить в следующую строчку своих стихов. То же самое у дизайнера. То есть ты можешь кидать... Вот идет такое, знаешь, тесто из станка. А ты кидаешь, что здесь изюмы насыпал, тут лососи насыпал, тут еще что-то. Я должен придумывать на ходу разные пирожки. Из этого конфетку сделал, из этого там что-то, шарлоточку склеил. Примерно то же самое происходит и у общества. Ты кидаешь в него какое-то усложнение. Например, отсутствие ментов в Нью-Йорке. Или там, типа, а нельзя говорить вот это. Или используйте вот такие-то местоимения. И, собственно, оно работает только тогда, когда это реально людей бесит. То есть когда ты, блять, вы что, охуели, что ли, с таким требованием ко мне? Мы ровно это имели в виду. Потому что если бы мы сказали тебе что-то, что ты понял, и сразу бы послушался. Не стойте у края платформы. Окей, все отошли. Это не... недостаточно драматично. Это должно быть настолько, чтобы ты вот охуел, взбесился, не понял. И как бы тебя автоматически, знаешь, как картофель, который летит на сепараторе. Ну, не на сепараторе, когда там в разные ячейки падают разные картофелины. То есть у тебя большая картофель, она не может провалиться в маленькую дырку. У тебя вот эти фракции сортируются. То же самое происходит в обществе. Это тот же принцип, который всегда лежал в основе, например, моды или течений. Каждое следующее поколение должно придумать такие принципы своего существования, чтобы прошлое поколение охуело. Потому что если ты не придумал такого, чтобы твои предки охуели, значит, ты недостаточно следующее поколение. Движения нет. Ну, ты какой-то чмошник. Да. Ты должен их бесить. Ты должен сделать такую дичь, чтобы твои предки тебя не поняли. Потому что они делали в свое время то же самое. Да, но... Они там плясали не так, пели песни не те, говорили не то. Это нужно только для того, чтобы отстроиться. И вот, по сути, все вот эти вот течения и все вот эти хуйни про ЛГБТ и ТД, все вот эти вот там разные гендерные какие-то проблемы, которые на самом деле, ну, реально, никого не ебут. Ну, блядь. Одна тысячная процента населения, это их... Пока. Пока это не стало модным. Никогда. Это никогда не станет модным. Ну, не знаю. Сейчас, знаешь... Есть биология. Ты не можешь тебе ничего сделать. Понимаешь? Можешь? Не можешь. Ты можешь сказать... Нет, да я-то с тобой. Я-то с тобой. Взбесить можешь. Да. А сделать нет. Согласен. И это нужно... По большому счету, это просто некий спектакль. Это День Нептуна. Все, все, знаешь, я русалка, ты моряк. Мы там надели тельняшки, взяли в руки там трезубец и пошли на пляж там детей в воду кидать. Это вот... Хорошо. Это спектакль костюмированный. Да, но... Если это процесс, который устаканивается, да, если такая вот энтропия, да, вот это очень... Много. То есть, это... Представь себе, что ты все время кидаешь в воду камушки, и у тебя все время вот эти вот круги, они пересекаются, они разные длинные волны. Да. Где-то большой булыжник, где-то мини-камушек. У тебя никогда не будет в водяной глади. Да. У тебя всегда будет вот все рябь. Разное. Но нужно быть готовым к тому, что биология переосмыслится с точки зрения психологии, с точки зрения чувств. Нет. Видишь, ты так уверен. А я... Уверен по одной простой причине. Мы можем играть в костюмированные спектакли, а пчелки, как еблись, так и будут ебаться. Ты их никогда не переучишь и не объяснишь им, что это может делать по-другому. И собачки, и лоси, и лососи, и все остальные. Какую бы ты хуйню себе не придумал, это только... Вот человек себя может перепиздить. Придумает себе правила заставить носить бурку и не носить бурку. Это игра. Она нужна человеку, она держит тебя в тонусе. А все остальное живое, что есть на этой земле, ты не сможешь никогда переделать. Что бы ты там ни придумал, какие бы ты ни... Блядь, как бы ты мозгом ни пернул, ничего с этим никогда не поделаешь. Это лучшее доказательство того, что и тебе можно, в принципе, спокойно спать, потому что все будет работать, как биология задумала. Да, так бы и хорошо, если бы было. Я с тобой согласен. Гладко стелешь. Но я боюсь абсурда, знаешь, какого абсурда, когда логика, с которой ты сейчас это все обсуждаешь, будет названа, не знаю, хейт-спич. Понимаешь, да? Логика будет под запретом быть. Легко. Ты что, с точки зрения логики сейчас обсуждаешь? Запретить. Отличный подход, кстати. Ир, прочитай, пожалуйста, новость про этого чувака, хотя вроде Артемий все и так рассказал. Да, он все сказано было. Он просто сымитировал самоубийство на Красной площади, его посадили на 5 лет по статье хулиганства с использованием оружия. Как его зовут? Павел Крисевич, художник. Художник. Естественно. Не просто общественно опасный ему дозволит, а художник. Слушай, вот что тебя хотел спросить. Что должно произойти в России, чтобы ты задумался о переезде на очень долгое время отсюда и ниже здесь? Хотя ты все время в дороге. Ну, я сейчас уже меньше путешествую, хотя я только что вернулся из Барселоны. Но мир работает, кафе открытые, самолеты летают. Многим кажется, что мир исчез куда-то, он никуда не исчезал, там все на месте, люди живут, белье сушат на улице, все нормально. Я думаю, что единственное, что меня могло бы заставить уехать из России, если бы вот как-то Пангея начала дальше свое движение, и там тектонические плиты бы ушли под воду, и здесь просто был бы океан, тогда я бы перешел на сушу какую-то другую, ближайшую. То есть, я не вижу никаких причин, почему на вот на этой моей любимой московской земле мне не жить всю свою жизнь. Я здесь родился, живу, и планирую здесь и помереть. Когда мне рассказывают, как здесь страшно, ужасно, что вообще вот рядом с такими событиями нельзя находиться, ну, может, мы разные учебники истории читали, но я читал учебник истории и историю Москвы, никогда здесь не было спокойно, и просто всегда там, ну, больше, чем 30 лет вообще не бывает окошечка свободного, всегда какая-то хуйня происходит. Ну, и как-то же люди жили, то есть, когда вот я смотрю, читаю про самые жуткие на свете сталинские времена, а в это же время в Москве, не знаю, Корней Чуковский писал детские стихи, там, Самуил Маршак писал стихи, Цветаева, Ахматова там писали, то есть, как вот все вот эти там какие-то, не знаю, Жалтовский, там, Мельников строили свое здание, то есть, у тебя вот все то, что является теперь наследием, все то, что именем, кого теперь названы улицы, эти люди жили здесь в те времена, когда, казалось бы, здесь, ну, полный пиздец, вообще, ад на земле. Значит, они же как-то жили, они же как-то делали что-то, их результаты, их труда остались, мы до сих пор можем ими наслаждаться, потому что не так все страшно было. Я исхожу из того, что, ну, и сейчас не так все страшно. Ну, ты всегда можешь найти, какой-то можешь подойти, вот, к мясорубке и туда засунуть руку, ну, и останешься без нее, в общем, если ты не соблюдаешь технику безопасности, ну, ты можешь и не подходить к мясорубке. Верно. Это не, это я спрашиваю и тебя, и себя, да, это не эгоизм, что мы, тут вопрос фокусирования, да, на том, что все ужасно, или что, а давайте искать, как бы, жизнь идет, да? Во-первых, надо всегда знать, что жизнь идет. Всегда идет? Всегда идет. Всегда, в любом месте, в любой стране есть какие-то ужасные процессы. Есть и хорошие, и прекрасные, но есть и ужасные. Если на них чисто фокусироваться и думать только об этом, да, тогда у тебя будет повышенная тревожность, нервность, кто-то не выдерживает, кто-то, у кого-то уважительная причина, у кого-то менее уважительная, но, в общем, люди так реагируют. Ну, я считаю, что это просто такое самоочищение, что иногда нужно, вот корабль плавает, на него эти ракушки налипают, но надо их раз в год чистить, вот они сейчас чистятся. Вот эта сфокусированность на том, что жизнь идет, это не эгоизм? Да мне все равно, как это называется. Это моя одна жизнь, у меня не будет второй. Нет никакого загробного мира. Я перерождусь, конечно, мои атомы, из которых я состою, они во что-то превратятся, в камушек или в комарика. Поближе. Валя. До такой ноти сейчас поправил Артемий. Да. Вот. Да. Жизнь идет на эгоизм или не эгоизм, это просто, можно считать, что это биология. Какая разница, что я думал, пока я жил? Угу. Угу. У тебя много людей уехали? Вот команда Big Numbers не досчиталась, Даня у нас уехал. Куда-то... Да, здесь мало народа у тебя. Да. Сколько-то людей уехало. В феврале никто не уехал. Ну, там, два человека, может быть. А сейчас уже так чуть поощутимее. Ну, я их понимаю, потому что, в общем, попасть на фронт это не мечта большинства людей. Не моя тоже. Ну, да. Я никого не осуждаю, ни в коем случае. Да. Никакого осуждая. Все справляются. Никто не знает, как правильно жить. Никто не знает, что будет. Все справляются со своей жизнью, как хотят. Пожалуйста, уехали, уехали. Но, наверное, тебе легко делать работу удаленно с ребятами, которые уехали? Или как вы? Научились уже давно. И до ковида умели, и во время ковида это просто было легализовано во всем мире. То есть, теперь ты никого не испугаешь удаленной работой. Ну, и сейчас, понятно, тоже интернет есть. Все на связи. У тебя процессы не встали? Нет. Все хорошо. Да. У меня, к сожалению, оператор не может удаленно мне снимать. К сожалению. Тебе нужен пожилой оператор без ноги, без ноги, чтобы он был не мобилизованный. Из ВГИКа нужно какого-то найти преподавателя. А, гениально. Валь, знаешь, как никого-нибудь, когда ты не сможешь, чтобы подстраховал тебя, да? Валя там займет сейчас. Да. А если бы это была... Давай так. Окей. Супер. Я тоже никуда не хочу уезжать. Мне так классно здесь. Вот. Но если бы это была какая-то страна, условно, тектонические плиты затопили именно вот всю Россию по границе каким-то образом и уехать надо, что бы это было? Слушай, миллион вариантов, я не знаю. Может быть, тогда бы я включил режим скитальца и жил бы год там, год сям. Я не знаю. Нет простого ответа, потому что непонятно... Я не очень понимаю, вот даже на примере тех, кто сейчас уехал, это уехало сколько там, допустим, миллион человек или два миллиона человек в этом году. Юр, можешь найти статистику? Пожалуйста, да. Ну, там кто-то пишет, что сейчас волна этим 700 тысяч. Хотя там спекуляция, кто посчитает. Окей. Щедро. Два миллиона уехало. Лучших людей, самых вообще любящих, просто вот правильных, прям настоящих, прям цвет нации. Вот они куда-то разъехались. Там Армения, Грузия, не знаю, Казахстан, Сербия, Кипр. И где примеры их успеха, где истории о том, как им там классно, как они, не знаю... Рано пока? В смысле рано, уже полгода прошло. А я думаю, что по-настоящему люди уехали вот-вот осенью. Ну, хорошо, давай... Вот именно вот прямо уехали, уехали. Через полгода, через год посмотрим. Я смотрю, опять же, у меня есть подсказка, я просто очень люблю мемуары и историю, когда были волны эмиграции, когда там в семнадцатом году тоже там куча народа уехала, или в двадцатые годы, или даже в семидесятые, когда разрешили евреям уезжать. Где история успеха, где люди, которые уехали туда, что они там сделали, чего они там добились, какой они основали там театр, какую они произвели культурную ценность, какое они написали произведение, что они сделали, как песню. Ничего. То есть люди там просто... Ты можешь ассимилироваться и раствориться. Это как, знаешь, в океан вот пресной воды вылезть из бутылки. Ну вот. И все. Ты жесток. У меня есть предсказание. Ты потом ее уже там не найдешь. У меня есть предсказание некоторое. Во-первых, я думаю, что пока мы не видим никаких плодов, потому что люди уехали понарошку. Я объясню, что я имею в виду. То есть у тебя что-то получится, если ты понимаешь, что нет пути назад. В какой из волн эмиграции за всю историю, не сейчас, а вообще, например, за последние 300 лет, назови мне пример, людей, которые уезжали волнами, и чтобы они там какой-то след оставили. Где знаменитый... Вот там у тебя есть, не знаю, вот это Никей, японская кухня в Перу. Вот японцы в каком-то количестве переселились в Перу, основали там свою кулинарную школу, и получилась вот эта кухня. Она до сих пор перуанская, японская. Что считать успехом? Какое-то проявление результата. На каком масштабе? Ну, в каком масштабе. Какого-то любого, чтобы у тебя что-то было. Вот, я был в Дубае. Танго в Аргентине, да, вот там стояли мужчины в очередь в борделе, им было нечего делать, и они прелесали друг с другом. Из этого появилась танго. Да. Ну, вот это явление, оно существует. Оно длится длительно. Оно там на месте родилось. А вот до таком уровня? Вот у тебя уехало миллион самых классных людей, самых творческих копирайтеров. Вот они все сидят в этой своей... в Тбилиси. Что они там сделали? Ты знаешь, какое-нибудь проявление? Они там основали какую-то классную компанию. Они сделали какой-то классный продукт. Они сделали... Сейчас же у нас нет границ, пожалуйста, сделай приложку. Пиздатую. Такую, чтобы весь мир захватило. Чтобы прямо ты вау. Ага. Блин. Из-за того, что многие и так удаленно работали, в общем, это сложно померить. Ну, я считаю, что культура, она измеряется все равно сгустками. У тебя люди, сидящие в каком-то месте, они все равно, у них возникает некий клуб, некие интересы, они как-то вместе собираются, возникает энергия. Даже два человека, собравшись вместе, могут взять, там, не знаю, гитару и уже что-то произвести на свет. Прикольное. Ролик на Ютубе записать. Еще что-то. А там... Ну, нет, вот ничего. Эти люди, они полностью растворяются. Они могут просто жить, да. Просто человек живет, дети ходят в школу, он там, не знаю, в офисе бумажки перебирает. Окей. Ну, ты не часть чего-то более интересного в этой жизни. Вот мне кажется, что стоит жить, потому что у тебя возникают вот эти вот дополнительные, добавочная стоимость от твоей жизни. Это какой-то культурный или информационный, или какой-то еще энергетический продукт. Окей. Во что могу на это ответить? Может, я зря к ним такие высокие претензии противляю? Может, и не надо ни от кого ничего ждать? Может, они переосмысливают вообще свое отношение к карьере и ко всему, знаешь? Какой смысл строить карьеру сейчас здесь, на новом месте, если через... Да, но они же сделали в своей жизни такой важный шаг, как покинули родное, с которым на самом деле очень много очень сложных, тонких связей. Которые так вот не оборвешь до конца жизни. Или даже ты можешь их помнить, но они требуют живого коннекта. Как в этом, в «Аватаре» фильме, чтобы ты штекер в USB в дерево втыкал. Там не было Wi-Fi с этими деревьями. Нужно было напрямую коннектиться. Вот здесь примерно то же самое. Я что думаю? Во-первых, если мы говорим... Не знаю, мне сложно... Я не такой умный, как ты. Я ничего не знаю про волны эмиграции, которые были до. У меня есть вот некоторые соображения про моих современников. Про ребят, которые вот со мной работали и уехали. У меня соображения такие, что ноги уехали пока полумерой переждать. Ты в таком формате ничего строить не будешь. Серьезно. Ты там... Ну, это все перекантоваться. Ну да. Ты построишь что-то, если ты уехал раз и навсегда. И ты сам себе в этом признался. Все. Тогда ты будешь чего-то добиваться. А вот это вот полумер у многих на многие года затянутся. Вот сейчас вернусь. Сейчас посмотрю. Мне сейчас опасно. Да. Смотри, вот люди... Сколько там людей, миллионов уехало в Израиль? Где знаменитая, не знаю, израильская русскоязычная драматургия? Да, понимаю тебя. Или проза, или песня, или еще что-то. Да. Да, понимаю тебя. Почему оно в Москве получается или в Уфе? Да, вот Уфа там. Просто кузница кадров у тебя вся. Шевчук там, Моргенштерн, Земфира. Просто вот они все оттуда. Где вот эта Уфа? Не в России. Может быть... Может, в Хайфе там какие-то гениальные рэперы зародились? Или там в каком-нибудь... В Бристоле? Может быть, когда человек принимает решение переехать, и он погружается в другую культуру, да, и в другую страну, в другие реалии, он уже перестает российский флаг нести и уже встраивается в эту систему? А ему там никто не даст его носить. Тем более. Ты увидишь очень быстро, насколько вот эта вся толерантность, которую тебе рассказывали, насколько она там нахуй никому не нужна. Либо ты адаптируешься, не отсвечиваешь, занимаешься этим делом, вот тебе твоя простая работа, и, пожалуйста, вот как бы нам тут не усложняй, у нас свое. Либо просто тебя оттуда... Ты выскочишь, как мыло из руки. Угу. Выстрелом обратно. Да, мы просто... Да. Да, поэтому я не иду под чужим флагом. Это мое наблюдение. Под чужим флагом, может быть. Может быть, моя тонкая творческая натура, она вот это особенно чувствует. Я понимаю, где, что, как происходит. Мне там душно. Вот я когда приезжаю за границу, я понимаю, что я могу быть в режиме туриста, и меня там неделю тоже потерпят, пока я гостиницу снимаю. Но как только я там сяду что-то делать, общество меня отторгнет. Это прям иммунитет меня не примет. Ну, не знаю. Вот я начал говорить, что я был в Дубае. Отдыхал и встречался с ребятами, которые там живут. Каждый день. Ну, посмотреть, что как. У кого как дела идут. Кто-то 10 лет живет, кто-то 2, кто-то вот переехал в феврале, кто-то сейчас. И, допустим, я увидел там ребят, которые... Откуда же они? Откуда-то из центра России, то ли из Яката. Angel Cakes. Они сидят одни в Дубае Молл. Не то, чтобы супер гастро там какой-то ресторан, но классная точка. Безумно вкусно. И едят все. И на Blue Waters, ну и название, да, там у них тоже точка, которая до отказа, значит, забита. Она не под русским флагом идет, там став со всего мира. Но это русские ребята этими рулят. И я думаю, нифига себе, какие молодцы. Они взяли и сделали невозможное. Ты попробуй в Дубае Молл сесть. Из-за ковида им там удалось. Было очень вкусно, классно. Мне было приятно и, как сказать, и это был хороший пример того, что все-таки, если захотеть, то можно что-то сделать. Но мы об этом не знаем. Это нет такого русская кафе. Все такие, ну пойдем в русское кафе. Angel Cakes. Понимаешь, да? То есть это незаметно, видимо, как-то... что никто не даст флаг поднимать. Ты приводишь пример хорошей адаптации. Да. Это не пример развития русской культуры вне русской почвы. Да, да. Но это пример адаптации, который... Слушай, адаптироваться не зло. Люди адаптируются, они же там не умирают. Да. Они как-то в это общество вливаются, вот как вот пресная вода в соленую. Да. Тогда вот что я... Становится тоже соленой, и все. Вот что я хотел сейчас сказать. Да, ты прав. Что бы я хотел сделать? Вот сейчас уехали все в Грузию, Казахстан, что еще? Бухара. Ереван. Ереван. Бухара – это страна, прости... Узбекистан. Узбекистан. Узбекистан, да? Вот все вот туда... По идее, там, там, и там, и там должна быть какая-то какие-то клубы организовываться, людей, которые привыкли делать контент, и они его теперь могут со спокойной душой делать свободным. С другой стороны, когда ты живешь, условно, все, ты переехал в Узбекистан, да, ты какой-то момент себе спросишь, а что еще зацикливаться на России? Может, я про что-то другое буду снимать? И так далее. Вот, наверное, на нет сойдет. Фиг его знает. Ты знаешь, у меня простое соображение, есть единственный смысл зацикливаться на России, потому что Россия по-прежнему платежеспособна. У тебя здесь есть благодарная аудитория. Хуй, ты найдешь такую аудиторию где-то еще. В таком количестве. Иди повещай в Бразилии. Вот, я посмотрю, сколько ты там успеха найдешь. Сколько у тебя будет просмотров у твоих роликов? Нисколько. Ты там нахуй не нужен. А Россия по-прежнему все-таки это источник людей, источник внимания. Как минимум поэтому. То есть, если ты умеешь, не знаю, писать на русском языке, ты всегда в России найдешь себе читателя. Где бы ты ни писал. Где бы ты ни писал. Согласен. Но вот там как-то людям, не знаю, не так пишется. Потому что, опять же, никакое исключение. Акунин, который там 10 лет живет во Франции, а здесь миллионными тиражами издается. Да. Ну вот, мне кажется, какие-то кластеры во всяком случае будут попытки организации этих кластеров. Не знаю. Очень хочется получить какой-то пример, но его не было никогда. В 17-м году не было примеров. У тебя не было вся эта там белая эмиграция в Париже, она вся растворилась, она ничего не родила. У тебя не было никакого там русского театра или русской литературы или русский... Все эти журналы, они были абсолютно маргинальные. Это как смсдат. Ну, просто, не знаю, печатали там тысячу экземпляров для своих, сами в своем соку варились. Было никому не интересно, ни на что не влияло. А в советское время, даже когда у тебя были там репрессии, пиздец, вот это все, все равно у тебя какой-нибудь сидел условный пастернак, который писал запрещенку, и она там типа по всему миру разгонялась, и люди перепечатывали, и в это все работало. Но он пытался этой землей. Может, я не знаю, звучу как какой-то супер-мега ватник от земли. Может, ты подсознательно не желаешь успеха тем, кто переехал. Я очень желаю им успеха. Я хочу, чтобы они, на которых не влияет местный мент и местная идеология, и Путин их никак не ограничивает. Вот, ребята, вы свободны? Покажите, на что вы, блядь, способны. Покажите, проявите эти свои... Вот вам здесь не давали, вас здесь затыкали, здесь ужасно, здесь плохо, здесь тоталитарные молекулы, а там свобода. Вот давайте... Вот теперь у вас нет оков, у вас нет трекера в жопе. Нет оправданий. Делайте все, что хотите. Покажите, проявите свою свободу. Я хочу ваш продукт. Пусть он будет запрещен здесь, я буду читать запрещенку. Я буду подписываться на самый дат. Через VPN смотреть. Я через три VPN буду ходить, запрещенный контент, пока никто не видит. Я готов. Я нарушу местные законы, чтобы посмотреть ваш свободный охуенный ничем не сдерживаемый, нетоталитарный контент. Окей. Только дайте мне его. Может, кто-то знает, ссылку пришли, я не знаю. Хорошо. Ну да. Да, ну будем ждать. Я оптимист в этом смысле. Я думаю, что будет... Я хочу посмотреть хотя бы на попытки. Я тоже. Хотя бы мне хочется, чтобы наши там... У нас вообще нет такого, знаешь, это у нас то ли национальная черта, или что ли еще. У нас нет такого. Давайте держаться вместе. У нас такого нет ни хера. Нет, нет, нет. Но мы при этом все равно вот эта вот масса, она все равно держится вместе. Это как, наверное, какого-то... Какие-то законы космической гравитации. Рядом. Мы как бы рядом, но сами по себе все. Это национальная особенность. Так всегда будет. Потому что нам друг с другом не так интересно. Мы вот как, знаешь, главный запрос русского туриста за границей, а можно отель без русских? Да-да-да. Можешь себе представить американца с таким запросом? Или там, изуалитянина. Но это невозможно. Короче, все равно, все равно получается так, что вот даже, когда происходит Великая Октябрьская социалистическая революция, да, и полный пиздец, и вообще там, не знаю, голод, убийство, гражданская война, все равно, условно, вот те, кто здесь остаются, красные, назовем это, или там, коммунисты, неважно, они же не все стали в один день коммунистами, они все равно, эта масса, все равно побеждает. То есть, у тебя вот уехавшая там белая эмиграция со своими журнальчиками и всем остальным, они не вытянули, у них не хватило ни сил, ни энергии, ни знаний, ни интеллекта, чтобы как-то это противопоставить. Все равно, Советский Союз массой, пусть там была куча долбоебизма, пусть это было античеловечно, пусть это было ужасно, пусть это была тюрьма народов, как угодно там можно смотреть на эти процессы, все равно есть набор достижений, который случился, и все равно есть вот эта вот вся масса, может это Силы Земли или еще что-то. Я думаю, что мы закрыли топик просто мастерски. Согласен, согласен. Да, вернемся, посмотрим через два года, пересмотрим. Я думаю, через полтора, год, год. Ну, через год, я думаю, что будет интересно все равно, потому что мы увидим вот эти вот результаты, что там у них случилось. Я делаю ставку на то, что ничего там не случилось. А я очень хочу увидеть попытку нарушения паттернов, когда все сами по себе и ничего не происходит. Хочу какую-то попытку объединения где-то. Все приехали в Казахстан, не будет. Построили там лейбл ком свой. Никогда. Потому что не умеют, потому что все срутся. У тебя, помнишь, как был этот совет оппозиции, или координационный совет оппозиции, когда там, типа, все оппозиционеры собрались. Я вообще политикам не... А зря, это хорошая подсказка. Потому что политика, что это, это же просто управленческие таланты, насколько ты с помощью своей харизмы или знаний, или интеллекта, или каких-то идей, или финансов, в зависимости от того, каким ресурсом ты распоряжаешься, насколько ты можешь на что-то повлиять, сколько людей ты можешь организовать и... Повести за собой за результатом. Ну, хоть какой-то результат. Это может быть организация концерта, а это может быть строительство детского садика. Это неважно. У тебя, во-первых, всегда будут претензии к любому руководству, потому что дети в детском саду не любят директора детского сада. Наверное, он им заставляет их спать днем. А потом они вырастают, у них какие-то следующие претензии ко всем. А когда ты родитель, у твоих детей к тебе претензии. Ну, и так далее. Это вот краткая суть политики. Естественно, надо просто брать на себя ответственность и не отвлекаться на это все. Но наши люди не в состоянии... У нас наша оппозиция никогда не смогла ни разу в своей жизни ни к чему прийти. У нас получается, что... У нас работает только диктатура. Ну, да, она работает. Тогда она выстраивает грамотную... Она работает. У нас работает царь. Да. На любом масштабе. На любом масштабе. На любом масштабе. Да, условно. Вот компания. Если есть ебнутый, авторитарный руководитель, у компании все будет зашибись. Все будут, значит, под страхом не знаю чего, увольнения, отсутствие, не знаю, 13-й зарплаты, будут фигачить. Как только все могут высказаться, все разваливается. Да. Да. Идем дальше. Ты один из первых блогеров в России. Вот прям блогеров-блогеров. Больших, крупных. Да? Ну, наверное. Ну, сейчас уже скоро буду один из последних. И один из последних. Да. Ну да, это поможет моей мысли. Да, подыграй мне. Ты один из первых блогеров в России. Да. Живучий, для тебя это классная игра, в которую ты здорово играешь. почему ты не продаешь личную жизнь? Ты же как блогер понимаешь, что это самое сладкое вообще. Просто. Ты закрыл личную жизнь на семь дверей. Никто... Я только недавно узнал, что у тебя очень много детей. Я даже боюсь ошибиться с цифрой, чтобы тебя не обидеть. Десять. Десять. Мамочки. Вот. Это я недавно узнал. Ты же... Это же такая... Это такой наркотик, наркота. У кого там что? Кто развелся? Кто че? Кому изменил? Вааа! Этот про этого сказал. Почему ты туда не идешь? Может быть... Ну, то есть, во-первых, мне это не свойственно. Я просто люблю, чтобы была общественная жизнь и частная жизнь. И частная мне очень дорога своей частностью и не публичностью, и не... в общем... не разрекламированностью. Мне там не хочется ничем поделиться. Мне достаточно того, что это есть у меня. Может быть, поэтому... А может быть, потому что то, что вот становится продуктом литературного персонажа, то, что я могу синтезировать, придумать и сделать, что дается мне достаточно просто, ну, примерно, как домохозяйка, не знаю, готовит еду. Вот она берет продукты и из них превращает их в блюда. Может быть, я точно так же... Мне хватает того, что я там получаю все необходимые витамины финансовые, тщеславные, внимание, развитие. Вот. Все на свете. Плюс у меня очень хорошо... Одна из самых хорошо задокументированных историй жизни, потому что вот я веду блоги 20 лет. Известно, что я каждый день думал, делал и так далее. Где я был, все это там сфоткано, выложено и так далее. Мне этого достаточно. Когда ты автор, когда ты что-то делаешь больше, чем просто вот прошел жопу и повилял, в этом есть ценность. По крайней мере, я это так вижу в мире. Я реагирую на других авторов и я вижу, как мой авторский продукт стоит, конечно, гораздо больше, чем просто я. Да, и в этом еще, опять возвращаясь на две темы назад, как раз уникальность этого времени, где все устаканивается. Когда реально... Оно всегда будет устаканиваться. То есть не будет спокойных времен, не будет никогда. Хорошо, но хотя бы... И никогда не было. И никогда не было. Никогда не было. Есть искаженный взгляд, что типа как будто, знаешь, в истории там было тысячу лет, когда ничего не происходило. Да. Нихуя. И жизнь вообще-то сложная вещь. Она сложная, она не была простой. Турбулентная. И больше того, даже твоя одна жизнь, она делится на какие-то этапы десятилетия, пятилетия или сорокалетия, она тоже непростая и тоже разная. Ты за свою одну жизнь проживаешь много разных жизней. Да. Так вот, возвращаясь к теме, когда ты говорил, что вот растет поколение, которое выросло с iPad'ами в руках, где все на... как бы построено на том, что ты должен выстроить личный бренд, ты самый главный. И это отчасти замечательно, круто. мы действительно в своей жизни самые главные у себя. Не обязательно. Да. Нет такого. Ничем не отличается. Личный бренд, это значит, ты живешь в доме, и у тебя есть известный сосед. Ну, типа, вот он выходит, не знаю, ковер выбивает по утрам, или там собачкой выгуливает. У тебя для того, чтобы стать брендом, тебе, в общем-то, тебе не надо ждать эпохи соцсетей, потому что ты просто известен своей позицией, или своей внешностью, или своей точкой зрения, или тем, что ты это ты, или тем, что ты добродушный, или тем, что ты злой. У тебя твоя сущность, твое существование, оно является уже частью личного бренда. С кем ты общаешься, у тебя есть родственники или знакомые, это тоже бренды. Хорошо, я не про это хотел сказать. О том, что типа Dream Big, постоянно иди к успеху, иди там, да. Не больше, чем всегда. Да? Да. Ничего не изменилось. Ну, я понимаю правильный грех тех, грех тех, гнев. Правильный гнев тех, кто, условно, делает общественно важную работу, не знаю, варит заборы, да, заборы нужны, красивые особенно, и получает, ну, какие-то деньги за это, на котором можно жить. А человек, который сделал лифт-олук, получил 2 миллиона рублей интеграции, я не знаю, какой-то ерунды. Не завидуй. Не, я-то не завидую, потому что я на месте этого человека, который жопу показал, да, в зеркало лифта. То есть, я понимаю, ну, то есть, как бы немножко дисбаланс. Типа, зачем тогда варить заборы, если можно? Не надо сравнивать, это вообще разные процессы, это надо просто, всегда будет что-то в мире перекосоебленное, если просто вот напрямую сравнивать. Здесь нет, это не то, что мы ставим на разные чаши весов, это просто разные измерения. Окей. Окей. Кто-то, понимаешь, не знаю, женская красота, она тоже совершенно нечестно много стоит и много весит в мире. С другой стороны, до какого-то момента, люди не зря рождаются разными, мы все по-разному настроены, да, то есть, мы как бы одинаковы как вид, но в мелочах суперразличаемся. Не то, что не зря, но просто вот так. Да, и это просто естественное отличие. Кто-то готов показывать себя в зеркало, ему это естественно и нормально, а кто-то в принципе органически не понимает, как бы, даже если хочет этим путем пойти, у него будет неискреннее это вот фотка в зеркало, там будет много фальши. А забор у него вот такой получится. Я думаю, что тот, кто варит забор, у него очень полноценная жизнь. Согласен. Да, там все по полочкам. Он сделал забор, он мимо него ходит, знает, что это его работа, у него смысл в жизни, это самая главная же хуйня, которая есть. У него есть смысл в жизни, он делает заборы. Артемий, дай мне, пожалуйста, пожалуйста, значит, хоть что-нибудь, чтобы я поставил на обложку Артемий Лебедев про развод. Мне нужно плюс, не знаю, 200 тысяч просмотров. Рейтинги подают. Да просто так и напиши на обложке. Все кликнут. Крупно так. Пора развод. А, давай тогда, знаешь, и ни слова про него внутри ролика. И ни слова не скажем. Давай еще, знаешь, для нарезки ты пару раз скажешь слово на развод, и я же тебя спрошу, тебя, но это бессмыслица будет, да, мы это поставим в подкасте. Ну, так что там с разводом? Развод в процессе. Ты скажешь мне всю правду? Обязательно. Некомфортно, не буду туда. Я недавно развелся тоже и женился уже успел. Поздравляю. Прекрасное чувство, можно я поделюсь? Значит, при всем уважении, у меня замечательное сейчас отношение с моей первой женой, с сыном, все прекрасно, но всем рекомендую жениться и через много лет развестись. Прямо, просто жизнь начинается заново. Прямо, да. Ладно, минутка, не знаю, чего, всем стало неловко здесь. Знаешь, как известно, самый крепкий брак второй и все последующие. И все последующие. Да, хорошо. Тогда про детей можем поговорить? Давай. Мне Ира переслала твой пост, по-моему, в Телеграме про твое желание стать супер-отцом. Ну, я, да, всегда хочу им быть. Да. Я тоже папа, у меня сын, ему 8 лет вот сейчас исполнится скоро. Вот даже вот эти два чувака, это я сын, да, вот. У меня очень, как бы, это тонкий момент. Я много думал про своего сына, про свои взаимоотношения и так далее. Можем ли мы, а, быть супер-родителями, вообще, исполнимо ли это? И не подложим ли мы свинью своим детям, если предоставим вам супер-версию себя? Потому что никого супер в их жизни так вот настолько не будет никогда. Сложный вопрос. У меня нет на него ответа. Я всегда хочется, да, я всегда стремлюсь к тому, чтобы быть хорошим родителем, хорошим отцом. Сто процентов ко мне будет всегда миллиард претензий, самых разных. Потому что дети всегда будут, им всегда что-то будет не хватать. Ну, когда их десять, точно. Это, знаешь, так много лет прошло, у меня четверо уже совершеннолетние, то есть, в принципе, взрослые кони. Уже нормальные, полноценные, самостоятельные, абсолютно люди. А нормально хватает. Во-первых, когда много детей, им проще друг с другом, потому что они, у них полноценное, более полноценное детство, они играют, занимают друг друга, они могут поиграть в прятки, в салки, не знаю, мячиком покидаться. Для этого не обязательно рядом присутствовать родителям, чтобы тоже кидаться этим мячиком. Это не добавляет никакой ценности в детстве. Но, по моим наблюдениям, дети всегда что-нибудь потом, когда вырастут, родителям предъявят. Отправил в музыкальную школу, жизнь убил, не отправил в музыкальную школу, типа не дал мне возможность сыграть на гитаре перед девушкой, потому что ты мне не обеспечил это. Короче, всегда что-нибудь найдут. Но родители всегда источники травм детских. Вот просто этого не избежали. Кроме моих родителей. Вот у меня есть то, как я вырос и то, как я воспитался. Я невероятно счастлив, что у меня супер-мега-полноценное существование. У меня нет ноль претензий и ноль травм от родителей. Может, они заблокированы где-то далеко? Ну, давай. Я с Надеждой спрашиваю. С Надеждой. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть там где-то что-то случилось. Да, пусть они что-нибудь как-то там наступили в детстве, адаптали нервную систему. Как так получилось? Как-то так получилось, что вот то, насколько они разрешали мне быть самим собой или делать, не знаю, в рамках, я же не знаю, насколько они корректировали, как родители. Я брал ножницы с стола, хотел себе выколоть глаз, а они, значит, забирали у меня их. Каких-то деталей я могу не помнить, как это происходило, но я вижу результат. Я вырос, прекрасно сепарировался, и у меня реально ноль детских травм и ноль претензий. У меня вообще нет ничего, чтобы я вспоминал и так думал, боже, моя жизнь неполноценна, потому что родители то-то-то сделали. Ну, это, блин, добавляет тебе прессинга, тебе быть отцом, то, что ты себя сравниваешь, в каком-то смысле, в каком-то смысле, да. Потому что у меня нету, я не могу вот эти вот передать эстафету этих травм детям, да, но я могу быть источником новых травм. Я не знаю, где, в каком месте, как я своим детям причиню какую-то боль, чего я делать бы совершенно точно никогда в сознании бы не стал и не хотел. При том, что у меня есть, в общем, и моя тоже полноценная жизнь. То есть, я же не мумифицировался, я не закончил жить, я могу еще что-то сделать, что может детям причинить какое-то, какое-то ощущение небезопасности. Вот, например, в этом году такое нечаянно случилось, потому что, когда я поехал в Мариуполь и на Запорожскую атомную станцию, оттуда мне прилетело очень сильно, потому что люди по какой-то причине, ну, я сработал как громоотвод. Если бы я ехал с пулеметом стрелять младенцев, я бы понял, что они бы как-то возненавидели меня. Но они меня возненавидели за то, что я просто проехал на машине и просто показал оттуда фотки. То есть, я ничего не сделал. Ну, не больше, чем любой журналист, который показывает какие-то фотки, не глумился, не радовался смертям. Ну, то есть, моя позиция неизменна. Я всегда, я против любых смертей и я исключительно пацифист и чтобы никто никогда никакого насилия не проявлял. Моя позиция вообще никогда в жизни не менялась. Просто через тебя, не вдаваясь в подробности, вышла какая-то боль. Что-то, как-то она вот словила вот этот сигнал, молния в меня прилетела и там... Зацепила, да? Зацепила и оттуда, с той стороны, там, СБУ и все вот эти ребята, они начали давить и на детей тоже. Ну, то есть, это самое низкое, что... Мафия, ну, хочешь меня застрелить, застрели меня, да? Зачем трогать семью? Это вообще неприлично. Потому что, видимо, нет другого способа до меня достучаться. Но это, я чувствую в этом месте ответственность свою. О чем я не думал, я не мог предположить, что так бывает. Но я теперь предполагаю. И теперь я понимаю, что на мне еще дополнительная степень ответственности, что то, что я активно живу и то, что я активно продолжаю чем-то интересоваться, не всем на свете может нравиться. Есть люди, у которых есть какое-то другое мнение на тему того, что вот моя свобода путешествий и насрательство на правила и всякие там штампы в паспорте, что это у кого-то вызывает какие-то дополнительные чувства. Хотя я всю жизнь срал на все правила и все штампы во всех паспортах. Какие у тебя принципы, вот их, ты описал их, да, принципы хорошего отца для тебя? Я думаю, что вот помимо всяких деталей, там сводил в зоопарк, не сводил в зоопарк, просидел вечер, не просидел, сказку на ночь прочитал, не прочитал, это вообще поебать. Не важно. И дети не вспомнят, никто не помнит, кто тебе жопу в детстве мыл, правда? Какая разница? Кто-то мыл, приходил в чистых штанах. Самое лучшее, что я могу своим детям оставить в наследство и для их полноценной жизни, чтобы они вот могли своей жизнью распоряжаться во всей полноте, удовольствии и так далее. Это инструментарий вот этой полноценности, чтобы я им дал возможность, показал, как можно в жизни нормально, полноценно существовать. У меня нет ощущения, что я должен какую-то там передавать кусок отцовской мудрости или чтобы они там читали те стихи, которые я читаю, или чтобы им нравились сериалы, которые мне нравятся. Вот я без этого насилия культурного, чтобы обязательно, чтобы вот это, я считаю, важным, поэтому вы тоже считаете это важным. Придумайте любые свои ценности, какие есть. Главное, чтобы вот то, насколько у меня, у себя получается полноценно жить жизнь, получать от нее кайф и работать, и развиваться. У меня много в жизни самых разных интересов и самых разных достижений в очень разных плоскостях, и в профессиональных, и в личных, и так далее. Я бы хотел, чтобы у детей было, чтобы этот мой инструментарий, мое понимание того, как это работает, какие механизмы, чтобы я им смог это объяснить, чтобы они настолько, насколько они готовы этим инструментарием пользоваться, чтобы они могли пользоваться. Кому-то, может, это вообще нахуй не нужно. Но фактически это главная вообще функция взрослого вырастить за счет ребенка в самостоятельную личность, которая ни от кого не зависит, в том числе от родителей. Да. Хорошего, полноценного человека. Да. Чтобы он был и хорошим, и человеком, и полноценным. И чтобы он мог сам, живя свою жизнь, получать от этого максимум вообще всего, что эта жизнь может дать. Вот если я смогу хотя бы кому-то из своих детей это забустить, то я буду суперсчастлив. Причем я даже не жду, что дети в течение жизни это осознают, придут, скажут спасибо. Просто если у них будет получаться, и все будет хорошо, я буду абсолютно счастлив. Блин, до 30 лет невозможно будет сказать даже, как бы взросло. Взошло это или нет? Я только где-то в 30, 29-30, друг такой, а, а, жизнь, значит, да? Так, погодите. Я только начал задумываться в районе 30 вообще, что я делаю, куда все это идет, как я живу и так далее. Поэтому сейчас... Ты своим родителям благодарен? Да, конечно. Несмотря на все травмы? Блин. Я, знаешь, я же... Как тебе сказать? Да, благодарен, потому что я все-таки жил в... Вот самое главное, самое большое достижение, я жил в любви. Вот. И во мне ее много очень. То есть любви во мне просто килотонны. И это самое большое достижение. И я понимаю, что мои родители сами продукты, как бы, они из деревни. Папа из одной глубинки, мама из другой глубинки. Ты представляешь, как у них было воспитание? То есть такое, просто наотмашь, да? Их никто не научил разговаривать. Поэтому я не могу от них требовать невозможного. Это несправедливо. Но если их не научили разговаривать, мне было бы здорово, если бы со мной просто обсуждали больше. Меня любили, но со мной вообще ни о чем не говорили. Представляешь? То есть деревенский такой, сам разберешься. Как-то очень поздно разобрался к 30 годам. Да, но по большому счету, ну что я могу от них требовать? Ну это глупо. Нет. Я могу их только любить и простить за несовершенство. Ну ты же можешь с ними на другом языке разговаривать, не обязательно. Может, тебе не хватало какого-то общения, а они тебе давали просто любовь. И ты можешь на языке любви. Да, ну не знаю. Некоторые вещи мне просто не объяснили. Мне приходилось долго до них доходить. Нет ничего странного или плохого в том, что дети перерастают своих родителей. Ты можешь понять такое про жизнь, что там никто из твоих родственников никогда не понимал. Да. Это не нужно. У меня, можно сказать, такая же ситуация, потому что я пошел и в профессию, где никто из родственников не присутствовал никогда. и пошел в те стороны, в те достижения, в которые тоже никто туда не ходил. Мне не было источника подсказки. Я сам это открывал. И у меня ноль претензий на тему того, что мне кто-то это не рассказывал, просто потому что туда никто не ходил. Это мое открытие. Я пошел, открыл Сибирь. Да, но я имею в виду, что на самом деле наши профессиональные достижения, они плохо транслируются нашему будущему поколению, потому что все изменится. Конечно. Все будет. Но принципы останутся. Принципы останутся. Я больше про житейскую мудрость. Знаешь, как вот взаимоотношения с девушками. Со мной отец не поговорил. Если бы он поговорил со мной, сказал, вот я считаю, что так и так, у меня был бы какой-то ориентир. И они не выстроили отношения со мной таким образом, чтобы я сам подошел, спросил. Понимаешь, да? Чтобы мне было такое. Знаешь, сынок, если у тебя есть любые вопросы, вообще даже тупые, подходи, поговорим. Знаешь, я вот всем детям так говорю, если есть вопросы, подходи, то мы что-нибудь подходим. Кто-нибудь подходим. Я тоже своему сыну, сынок, о чем угодно можешь поговорить. Папа, душнила, отстань вообще. Да, да. Да нет, нет. Со своими. Не работает. Не работает. Нет, у меня нет претензий к своим родителям. Но они жили как могут. Нет. Спасибо за то, что хотя бы вот это было. Вот. Любви было очень много. Да. Так. Я посмотрю свою подсказку. У меня как будто кончаются темы. Я как будто бы считаю, что подкаст состоялся. А, нет, погоди. Стоп. Вот что важно. Про профессию поговорим. Вернемся к дизайну. А в этом году очень стрельнули всякие инструменты. И это не типа призмы, да, которая делает якобы что-то там, накладывает фильтр, как будто нарисовал человек. Стрельнули вот нейросети, которые генерят осмысленные новые рисунки. Да. Естественно, на массиве уже готового ничего нового они придумать не могут. Смогут. Как они могут придумать новое? Да, они будут, когда появится нейросеть, которая будет делать из результатов нейросети. А-а-а. Там... Нейросеть мамка. Да. Короче, да даже еще и лучше, раз такое может быть. Я абсолютно точно понял в этом году, что профессия иллюстратора померла вот так, на взлете. Да. Причем это выдалось на пик NFT, когда эти иллюстраторы наконец-то поняли, что... Вот для чего все эти года были. Что они могут на одной NFT-шке там все эти года своей подготовки окупить. А теперь и это уже не имеет смысла. Ну, NFT немножко чуть-чуть про другое. Это же все-таки про... про то, почему вообще у чего-то возникает стоимость или ценность. В цифровом мире. Неважно, в каком. Да. Вообще, в принципе. Почему, когда ты идешь в гости к Машке, это клево пиздатое, тебе надо, чтобы тебя туда позвали, а когда идешь в гости к Петьке, к нему никто в гости не ходит, потому что он чмошник. Какая связь. Вот то, что у Машки классные гости, это, собственно, то, что можно, грубо говоря, как в NFT задорого продать. Почему у одних людей их внимание ценно, а у других людей их внимание ничего не стоит. NFT про это. Это про социальную ценность воспринимаемую. Почему? Все же, как бы, по идее-то, все люди-люди, да, у всех же абсолютно вот я сущность. Погоди, я уже говорю про NFT в искусстве. NFT в искусстве это способ цифрового искусства. Это может быть все, что угодно, во-первых, и просто чуть пошире посмотри. NFT это просто производит, когда тебе, грубо говоря, продают QR-код и говорят, что ты чем-то владеешь. Как будто бы. Да, но ты чем-то владеешь, это может быть картинка, которую кто-то реально нарисовал, и у тебя висит на стене, а это может быть просто, не знаю, час чего-то внимания, который в одном случае ценный, а в другом случае ничего не стоит. Да, понял. У тебя идет какая-то старуха на улице, тебе похуй ее внимания, оно тебе не нужно. А какая-нибудь сидит, не знаю, суперкрасивая девка, и ты хочешь с ней хотя бы в одном помещении побыть, да, и у тебя уже эта радость. Хотя это просто человек, просто биологическое существо. Но разница, безусловно, существует. Есть люди, как бы, их внимание бесконечно дорогое, не знаю, английская королева, может, мечтал всю жизнь с ней три минуты провести. Уже поздно. Уже не успел. Да, даже ее могила будет популярна. Сто пудово. Вот, NFT это вот про это. Так что, то, что люди, то, что было ценностью, то, что кто-то сделал какое-то произведение, типа, превратил его в токен, и типа, продал тебе этот токен, и ты совершил эту транзакцию. А она тебе для чего нужна? Потому что ты потом сидишь в своем кошельке, показываешь, смотрите, у меня есть картинка, за тысячу баксов я купил. Это как кроссовки. Заработал человек, который ее сделал. Это не важно. Так как не важно-то? Так. Потому что он заработал, это как репутация, которая тоже является заработком. Что стоит твой образ, твой бренд, твое имя и так далее. Да. Точно самое, как с кроссовками. Вот одни кроссовки, там, не знаю, в фабрике, блядь, скороход. Какие-нибудь ничего не стоят. А какие-то там Найки суперлимитированные, их всего сто штук на свете, а, блядь, дрочим вообще просто хотим и купим, никогда не будем носить, просто будут в коробке стоять. Вот NFT, оно больше про кроссовочников, про сникер-хедов. Окей. Которые вот, даже обувь не носят, есть человек, у него есть трехкомнатная квартира в Москве, только для хранения кроссовок. Он там не живет, он хранит там обувь. То есть, бывают такие люди. Потому что они находят в этом ценность. Это для них язык, и для них это валюта некоторая. Они вот там умеют находить ответ для себя. А, соответственно, кому-то похуй. А для кого-то ценность, например, там какая-нибудь хрустальная статуэтка, а кому-то ценность, не знаю, шумерские надписи какие-нибудь. Каждый человек сам себе придумывает, что является ценностью. И когда, вот то, что, если брать NFT, NFT, вот это, да, ну, какое-то поветрие, просто там пару лет это будет модно. Сущность этого никогда не изменится. Это все равно воспринимаемая ценность того или иного чего-то. Да. Это может быть картинка, это может быть стишок, это может быть время, проведенное вместе, это может быть еда, это может быть вид на закат. Все, что угодно. Мы все это можем как-то оценить. Потому что, когда ты в ресторане ужинаешь с видом на закат, это стоит дороже, чем ты ужинаешь в подвале. Я могу писать в блокчейн свидание с кем-то и не могу записать его туда. Можем. Как? Блокчейн, это просто книжка нотариуса. Типа события в календаре? Книжка нотариуса. Просто вот, журнал учета. Так и есть. Это же ничего... Неподделываемый, как будто бы, журнал учета. Ну, потому что, ты вахтер, ты же не можешь за одним числом исправить. У тебя записи идут подряд. Окей, ладно, все, я с этим согласен. Но я привел в пример NFT-шки. Да, то, что давало ценность NFT-шкам, то, что кто-то умеет что-то нарисовать или какая-то гифка что-то стоит или первый твит там кто-то продает, это, конечно, нейросети показывают то, что, чувак, ты просто... Ты ничтожество. Потому что то, что ты думал, что это классно, что ты это делаешь, мы это делаем уже без тебя. Охренеть. Насколько это в дизайне все поменяет? Поменяет. Понятное дело, что не завтра. Процесс еще долгий будет. Оно меняет. Мы же тоже находимся в центре этого. Я главный любитель искусственного интеллекта и нейросетей и вот этих всех замен дизайнеров. Я уже считаю, что 60% дизайнеров или даже 80% они просто не нужны. И все иллюстраторы просто... Они могут даже не начинать идти в свои художественные вузы, потому что... Ну, ты можешь надрочиться что-то делать руками, можно научиться, знаешь, рисовать, как будто это фотография. Ну, а зачем? Ну, то есть... Да, это, наверное, прикольно. Да, это клевый навык. Можно развлечь людей на вечеринке. Но глобально это не продукт, потому что если я могу что-то сфоткать, я это сфоткаю и вот у меня результат на месте. Это как сейчас учиться, не знаю, быть наборщиком шрифта. Ну, то есть... Наверное, для развития мелкой моторики рук это классно, но для типографского дела это точно не достижение, потому что... И шрифта металлического уже нет, и вообще у каждого дома принтер стоит, или просто, в принципе, ты там айфоном уже все снял, он тебе текст распознал, сделал, ты его там в смс-кой послал. То есть то, что ты хотел передать, ты можешь передать уже другими способами. Тебе старые технологии больше не нужны. Да. То же самое здесь. И как будто бы человек, который сидит рукой в фотошопе делает четыре часа, это уже устаревший метод, да? Да. Причем он очень быстро стал устаревшим. Па! Так надо просто помнить, как появился фотошоп, который тоже был источником инфаркта для людей из индустрии прошлого, потому что были же эти самые цветоделительные автоматы. То есть у тебя... Это что такое? Ну, для того, чтобы напечатать цветную фотографию, тебе нужно было сделать четыре пленки. Да-да-да, слоями. По одной пленке на цвет. У тебя есть ЦМИК, да, желтый, красный, голубой, голубой и черный. И, соответственно, ты все фотографии должен был разделить, цветную фотку должен был снять на четыре разные пленки, каждая чувствительная к своему цвету. Соответственно, потом каждая пленка, из нее делалась матрица, потравилась кислотой на пластине, и потом эту, когда ты пластину эту сделал, ты ее намазывал соответствующей краской, и дальше у тебя четыре барабана по очереди шли через бумагу, и, соответственно, у тебя появлялась цветная картинка. Ебатория. Пиздец. И у тебя были автоматы специальные, сложные машины за много миллионов долларов, которые вот ты сюда вставляешь слайд, она тебе высирает четыре пленки. И тут выходит фотошоп, ты в нем открываешь цветную картинку и в менюшке выбираешь ЦМИК вместо РГБ. Просто. У тебя хуяк, и у тебя она по цвету делилась, у тебя уже четыре слоя, ты можешь их печатать на пленке из компа. Понятно, что там все вот эти вот сложные немцы, которые там сто лет изобретали эти автоматы, они в один день нахуй обанкротились. Да, так же, как и пленка фото. То же самое, да, тоже они проебали момент, все эти фотокомпании, когда появилась цифровая. А потом, сейчас и заметишь, цифровые фотоаппараты нахуй никому не нужны, потому что есть айфон. Да. Он снимает. Настолько пиздато, что тебе пиздачи уже и не надо. Все. Цифровыми фотоаппаратами пользуются какие-то странные туристы. Вот знаешь, они вот такие, которым лет 60. Я уже забыл, когда я видел последний раз. Вот у туристов только. И каждый раз я думаю так, ха. Потому что я еще еще пять лет назад я реально ездил, вот у меня эти два килограмма объектива визели на пузе с Кэноном. Я перестал. Все на айфоне. Да. И из него же я потом могу и видео наснимать, и ролик сделать, и все эти миллионы просмотров сукой, блядь, телефона. С ума сойти, да? Потому что, ну, как бы телефон, в принципе, он вообще для другого, чтобы поговорить. Но он, эта функция, я в телефоне телефоном не пользуюсь. Это девайс, в котором есть все, что мне нужно. Такие, ноши царской армии для креатива. Окей. Тогда уйдут условно в большом количестве дизайнеры. Нет, не дизайнеры, иллюстраторы. Но останутся дизайнеры. Потому что дизайнеры придумывают концепции, принципы, да, ставят задачи и так далее. Правильно? Да. Но я, честно говоря, у меня душа болит за иллюстраторов. Очень сильно. Ну, все нормально. Я думал, что все-таки нейросети на основе массива существующей информации генерировали. Слушай, помнишь, еще вот 10 лет назад уже шутили про заводы для сжигания фотографов? Да. Вот их уже тогда было перепроизводство, когда у всех были фотоаппараты, людям не нужно было столько фотографий. И все эти фотографы со своими закатами, со своими там диафрагными выдержками, они просто в какой-то момент критическую массу превысили и просто уже не лезут никуда. Просто их не знали, куда девать. Сейчас то же самое. Все эти иллюстраторы бесконечные. Ну, будут картинка, у тебя реально будет еще буквально пару лет, и она будет выдавать охуенные просто. Вот прямо ты будешь сидеть, как билдередактор, просто словами диктовать, что тебе понравилось. Добавь этого. Это добавь. Давай второго человека. Подвинь ракурс. Поверни. Цвет поменяй. Давай в таком-то стиле. Ты будешь просто наговаривать. Охренеть. Так же, как сейчас это делает режиссер в театре, он выстраивает на сцене так, как он хочет, чтобы это сработало. То есть можно будет наконец-то со смелой душой говорить, давай поиграем цветами, и никто не сбесится. Да. Да. Именно так. Поищем шрифты. Давай, поперебирай. И он тебе будет пинг-пинг-пинг все время предлагать. Не уставая, не потея. У нас же сейчас есть тоже нейросеть, которая Николай Иронов в студии называется. Она работает. Это прям коммерческий классный проект. А ее допиливает человек потом? В смысле, конечно. Нет. Результат? Да. Нет. То есть это на 100% честный... Вводишь номер кредитки, получаешь свои 999 вариантов. И выбираешь нужные, и он тебе выдает сразу пэк в зипе, все епсы, там все, логотипы, бланки, конверты, визитки, 3D-шки, анимашки, заставки для соцсетей. На тебе все сразу просто по клику. Понятно, что надо уметь пока еще выбрать, еще потратить какое-то время, то есть поперебирать. Это как прийти на барахолочку и найти там что-то нужное. Нужен твой глаз, потому что на барахолке то есть все, но ты же не знаешь, что из этого мусора, что нет. Пока красота в глазах смотрящего. Здесь пока что то же самое. Но она зато, нейросеть уже показывает такие варианты, которые, если был бы живой дизайнер, который такие умеет делать, я бы его сразу взял на работу. И это, в этом классность, я понимаю, что... И она не устает, сука. Она реально делает такие иногда прям, думаешь, ебать. Я бы такое не придумал. Это очень классно. Я это хочу. Мне это нравится. Ты просто можешь искать подсказку. И не будет говорить. Вы знаете, я ухожу от вас, Артемий. Я не согласен с тем, что вы сказали у себя в новостях, самые честные. Во-первых, так не скажут. Во-вторых, не будет такого, что... Ой, что-то я вот как-то... Я был дизайнером, но что-то как-то я устал. Теперь я хочу побыть иллюстратором. А потом хочу побыть диджеем. А потом хочу крафтовый кофе варить, блядь. Короче, вот эти все метания. Я такого очень много видел. Потому что реально профессионалов, которые, знаешь, сел, воткнул передачу на тракторе такую, одну. И хуячат. Вот таких людей очень мало. А это же на самом деле самый главный дефицит. А нейросеть, она как раз такая. Она не устанет. Как ты думаешь, какая профессия... Какую профессию не заменит нейросеть, по-твоему? Ты же как дизайнер много про это думал? Личный опыт? Отсасывать не будет. Слушай, да запросто. Автоматы для отсоса там. Причем можно выбрать, как кто ты хочешь, чтобы отсасывал. Какая порная актриса. Нет. База там загружена. Нет. Не согласен с тобой. Нужна. Биология нужна. Я думаю, что сейчас как раз в новое время все эти секс-скандалы и прочее, и взаимоотношения между полами будет такое напряженное. Хотят придумать, не получается. Пытаются. Много замен, много суррогатов, много всяких там массогабаритных макетов, но это пока не то. Так, хорошо. Все? Это точно. Это не в опасности. Творчество оказалось... Это может быть очень грустная новость для многих ребят, но оказалось, что творчество воспроизводимо. и можно сделать нейросеть. Она может писать романы, она может рисовать картины, она может делать музыку. Сто процентов музыка будущего будет вся генериться. Музыка, да. Потому что музыка это математика. Абсолютно точно. Музыка это математика. Знаешь, что пока что проблема со смыслами. Да. Смыслы будут добавляться. И очевидно, что будут люди, которые будут свою какую-то докидывать фактурку. Чуть-чуть. Ну, дирижеры условные или режиссеры. Что-то докидывать, корректировать. Пока еще нужен некий творческий руководитель. Потому что вот писать романы они сможут, потому что это... Ты будешь ей давать фабулу. Да. И она будет дальше хуячить всю фактуру. А ты будешь править просто. А ты просто будешь корректировать. Сейчас же уже, в принципе, все эти сценаристы для сериалов, для фильмов, они же не пишут это на бумаге. Это же делает софт. То есть у них есть там плод, есть все действующие лица. Вот как Лев Толстой, когда писал «Войну и мир», у него полный стол был заставлен фигурками. Потому что он заебался кто не помер. Да, ему нужно было конкретно вот этот помер, все, значит, его выкидываем, все, его больше нет с нами. Потому что было слишком сложно. Сейчас то же самое. Но ты помимо того, что тебе нужна вот эта вот подсказка удобная, что ты этих персонажей учитываешь, и у тебя есть линия времени, кто где когда появляется, кто с кем, может ли он встретиться во времени с этим до того, как произошло такое-то событие, это все может уже наполняться автоматом. Тебе уже не нужно на это тратить свое человеческое время. Ты можешь просто расставить ключевые точки, а все остальное будет заполнено. Потому что уже сейчас, условно говоря, самое вот, ну, Яндекс делает нереально охуеннейшие штуки. У него есть вот эта балабола, которая тексты генерирует в любом стиле. Ты можешь, в принципе, работать, ты можешь просто вот пойти в какую-нибудь провинциальную газету, там, сказать, что я вам буду новости писать, рубрику, и просто генерите, потому что, вы что, два слова. Он тебе дальше просто дает абзац текста, и ты просто его копипестишь и отсылаешь. И все, и он читабельный, нормальный. Тебе не надо даже тратить время на это. И технологии, конечно, прогресс в машинном переводе пиздец охуенный. То есть, есть deepl.com самый лучший переводчик с любого на любой язык. Ты можешь там по-китайски общаться, можешь с русского на английский. Не надо мне прям даже лень переводить. Я просто копирую абзац английского, вот там вставляю, и он дает тебе читабельный русский текст с метафорами, с фразеологизмами, со всеми пирогами. То есть, то, что, казалось бы, даже какие-то вещи, которые просто являются просторечием, он все равно это тоже переводит. То есть, это высший пилотаж перевода. Или у Яндекса вот закадровый перевод они сделали. Ты открываешь ютюбовский ролик на английском, и он тебе голосом, причем там уже 12 голосов на выбор, он тебе это переводит в реальном времени как синхронный перевод. Да. В итоге получается... Нахуй не нужны синхронные переводчики? Что наш человек, который варит заборы, вот он и останется. Именно. Да, пока-пока. А нейросети будут генерить лифтолуки. Да. Вау. Друг для друга. Друг для друга. Друг другу лайкать, повышать трафик. Да. И списывать бюджеты. Да, интересное время живем. Ну, оно всегда будет интересно. Да. Спасибо тебе, что пришел. Зови еще. Классно посидели. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Я не знаю, когда мы покажем. Мы где-то в ноябре покажем наше интервью. Если что, у тебя сейчас второй канал на Ютубе есть. Об этом можем говорить, нет? Конечно. Да. На нем я сейчас выкладываю ролики. Давай скажем. Если вы потеряли Артемия, у него есть второй канал на Ютубе. Может быть, когда этот ролик выйдет, уже разбанится первый. Я не знаю. Но на всякий случай есть второй. Да. И на всякий случай не нужно привязываться ни к какому каналу, а нужно искать меня везде, где я есть. В Телеграме, ВКонтакте, в Телетайпе, на Рутюбе, где там еще есть. В Одноклассниках. И на Тема.ру. И на Тема.ру. Короче, во всех возможных форматах. Неважно, в какой ипостаси, главное, чтобы я был. Будь всегда. И ты тоже. А я пока только здесь. Мне нужно как-то, да, повысить свою игру. Все, пока. Давай. Всем слева. Сережа, это я. И микрофон.